В Балаклее сегодня приступили к разминированию территории склада от боеприпасов, которые разлетелись в радиусе десятков километров от арсенала. Местные жители продолжают подсчитывать убытки. Как люди опасались, их дома пострадали не только от снарядов, но и от мародеров. Все подробности узнаем от Светланы Чекеры. Крыши, естественно, нет. Там зять, у меня крыша так сложилась. Лидия Демченко, когда начались взрывы, не уехала. Я была с самого начала, я не оставляла вообще, ну, не потому, что я, как, типа, такая, боюсь за свое, что у меня майно. Какое у меня? У меня нет майна. Я просто патриот. Я сказала, я загину на своей земле. Пока одни помогали друг другу, другие рыскали по брошенным домам. Многие горожане вернулись в уже разворованные мародерами жилища. Воры проникали в них без проблем через раскуроченные взрывной волной двери. У меня от хлопка выскочила дверь. Я пришел, даже не сразу понял, что кто-то лазил. Просто вчера уже, когда начали делать уборку, обнаружил, что нет ноутбука, машинки для стрижки и золота. А ведь когда проводилась эвакуация и жителей уговаривали покинуть город, в полиции утверждали, улицы будут патрулироваться и мародерство исключено. Сегодня в Балаклейском райотделе приняли уже 13 заявлений о кражах. Лишь троих мародеров задержали. В основном кражи – это бытовая техника, это деньги и также золотые украшения. Бытовая техника тоже не крупных размеров. Максимум – это то, что самое большое – это компьютеры. Чиновники отчитываются – подали тепло в многоэтажки. Не работает только одна котельная на территории арсенала. Она полностью разрушена. Завтра приступят к установке металлопластиковых окон и ремонту кровли. Успеют ли восстановить школы за время весенних каникул, пока неизвестно. Министр соцполитики сегодня в Харькове заявил, компенсировать людям ущерб должны из государственного бюджета. Это, естественно, ответственность государству. Потому что люди невинны в том, что у них под боком взорвался склад. И, соответственно, снаряды, которые там сберегались, военные боеприпасы, пошкодили и их майно, и их житло, и так далее, и тому подобное. Поэтому все эти убытки будут порахованы. И тогда кабинет министра будет рассматривать вопросы о отшкодировании. В облсовете подсчитали – сумма ущерба может достичь 400 миллионов гривен. Сегодня жители снова вздрагивают от взрывов. Военные успокаивают. Началась утилизация боеприпасов. Местные жители разместили петицию на сайте президента Украины. Просят закрыть воинскую часть и вывезти все оставшиеся боеприпасы, чтобы не жить, как на пороховой бочке. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область.